Из этой комнаты в общежитии не раздаются громкие крики и музыка. Хотя студенты все время общаются между собой, отдыхают и готовятся к лекциям. Даниил Тихонов родился в Калуге. В детстве мечтал стать машинистом, но в планы вмешались проблемы со слухом. Парень не отчаялся. В этом году поступил во Владимирский вуз и теперь учится на инженера. Я люблю считать, я люблю решать задачки, я люблю рисовать, чертежи, которые делать. Вообще-то я учился не в интернате, а учился в нормальной школе. Я учился до 11 классов. А сейчас учился в универе, в другом городе, в общаге. Стало намного веселее, потому что однокурсники. В общении Даниилу помогает слуховой аппарат. А сейчас он осваивает еще и русский жестовый язык, чтобы говорить с однокурсниками. Ведь некоторые из них совсем не слышат. Кстати, интерес к языку жестов в последнее время растет и у тех, кто слышит хорошо. К сожалению, в России очень мало сурдопереводчиков. Но при желании любой человек может выучить русский жестовый язык и общаться с людьми без границ. Для этого желательно надевать темную одежду, чтобы твои жесты были более отчетливо видны и понятны. И меня сегодня научили одной фразе, которую я могу задать Саше. Как твое настроение? Хорошо. Жестовый язык – целая система знаков, жестов и даже звуков. Точного их количества не знает никто. Ведь в современном мире постоянно появляются новые слова и понятия, которые нужно выразить. В России на языке жестов общается 13 миллионов человек. Кстати, многие сурдопереводчики – самоучки. Слова передаются какие-то жестами, какие-то дактилем. То есть для понимания язык очень интересный. Кто-то и учит английский, кто-то и учит французский. Я выучила русский жестовый. Я тебя люблю. Все это идет из жизни. Я – это я. Тебя – это тебя. А люблю, где сердце находится. Получать высшее образование решаются далеко не все люди с проблемами слуха. Поверить в собственные силы первокурсникам помогают психологи. На примерах знаменитых людей ребята убеждаются, что стать успешными в жизни возможно. Сейчас в ВОЗе обучается более 30 ребят с проблемами слуха. Среди самых востребованных профессий у особенных студентов – инженерные и технические специальности. Я приехал из Саратовской области, из города Энгельса. У меня будет специальность автоматизация технологических процессов и производств. Любые преграды, с которыми человек встречается на своем жизненном пути – это своего рода как некий стимул для того, чтобы двигаться дальше. Но сложную профессию еще нужно освоить. Преодолеть звуковой барьер в обучении помогают современные технологии. Есть и компьютерный сортоперевод, так сказать. Ну и специальные технологии, вот мы сейчас у них как раз будем уже внедрять. То есть он не слышит, например, на определенном диапазоне частот. Но вот этот звук мы переносим из этого диапазона частот в тот диапазон частот, где они лучше слышат. К слову, люди с ограниченными возможностями слуха обладают безграничными талантами. Они выступают на фестивалях и конкурсах, играют в КВН, танцуют и даже поют на своем особом языке. Салют, салют, пусть всех отнесет по свету, на всех языках планеты слово салют. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал.